Гусеничная боевая машина пехоты АС-21 Ридбэк создана на базе шасси БМПК-21, находящейся на вооружении армии Южной Кореи. Ее впервые показали на выставке в 2018 году. В следующем году компания Hanwha Defense Systems представила ее как участника программы Land 400 Phase 3 в рамках перевооружения армии Австралии. Боевая машина в такой версии получила название австралийского ядовитого паука Ридбэк красноспинной. АС-21 имеет классическую компоновку для современных боевых машин пехоты. Моторно-трансмиссионное отделение и отделение управления расположено в носовой части. Боевое отделение в средней части, а десантное отделение в кормовой части машины. Боевая машина может вмещать 11 человек, 3 члена экипажа и 8 десантников. Башня оснащена 30-мм автоматической пушкой МК-44 С-Бушмастер-2 и спаренным пулеметом калибра 7,62 мм. Комплекс вооружения имеет выдвижную пусковую установку для двух израильских противотанковых ракет комплекса Spike LR-2, а также дистанционно управляемую установку R-400 SMK-2, которая может быть оснащена пулеметом или автоматическим гранатометом. На МПС-21 Ридбэк установлен дизельный двигатель МТ-881 мощностью 1000 л.с. и гидромеханическая трансмиссия Х-11005. Такой же двигатель устанавливается на изнокорейском САУК-9. Высокие характеристики подвижности по существенно возросшей массе машины обеспечиваются усовершенствованной ходовой частью, имеющей в своем составе подвеску с улучшенными характеристиками и новые гусеницы из композитного материала. Максимальная скорость Бомпы, масса которой достигает 42 тонн, составляет 65 км в час, запас хода около 500 км. Одна из особенностей этой Бомпы из Южной Кореи – наличие увлекательной системы ситуационной осведомленности Iron Vision от израильской компании Elbit Systems. Она управляется через шлем и обеспечивает, в частности для наводчика, полноценную видеотрансляцию в режиме реального времени с высоким разрешением. То есть экипаж этой Бомпы буквально может видеть сквозь броню, что предоставляет ему новый уровень возможностей на поле боя. Позволяет как можно быстрее реагировать на изменения обстановки на поле боя. При создании Бомпы конструкторы уделили большое внимание повышению уровня защиты машины. Баллистическую защиту алюминиевого корпуса усилили за счет многослойных навесных блоков модульного бронирования. На каждый борт устанавливают 12 таких блоков. Также борт прикрыт бронированным экраном, перекрывающим пространство от нижней части блоков модульного бронирования до верхней части опорных катков. Блоки монтируют также на передней лобной части Бомпы. Кормовая часть тоже прикрыта навесной броней. Кроме того, защищенность Бомпы АС-21 Ридбэк на поле боя была повышена путем установки системы активной защиты Iron Fist «Железный кулак» от израильской компании Israel Military Industries. Элементы КАС интегрированы в башню. Бортовые РЛС-системы обнаруживают и идентифицируют приближающиеся к боевой машине ракеты и реактивные гранаты. Далее полученная информация обрабатывается компьютером, после чего происходит пуск боеприпаса с одной из поворотных установок на башне. Он летит навстречу угрозе и взрывается возле нее, поражая противотанковую вражескую ракету или реактивную гранату за счет фугасного действия и осколков. Повышение противоминной стойкости машины обеспечивается за счет размещения десанта на индивидуальных энергопоглощающих сидениях. На днище машины укладываются специальные маты, гасящие часть импульса взрыва. То есть пол десантного отделения имеет подвижную, плавающую конструкцию, так как на днище корпуса снизу устанавливаются элементы композитного бронирования, кроме участка под моторно-трансмиссионным отделением. И именно эти бомбы частично должны заменить гусеничные БТРы М113 австралийских сухопутных войск.